Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Я понимаю, ты уже отчаялась, но всегда есть шанс, убеждал Ларису муж. Давай попробуем нетрадиционные методы. Но где мы найдем человека, который возьмется за это? Я найду, пообещал Сергей. Есть и в нашем городе люди, способные видеть больше, чем остальные. А ты лежи, готовься к операции и ни о чем не думай. Лара всегда была самостоятельной женщиной, но сейчас лежала без сил, даже не могла долго стоять. В кардиологическое ее перевели из отделения терапии. Все искали причину высокой температуры, державшейся долгое время на фоне простуды, а выявили проблему с одним из клапанов сердца. Решение было одно – операция, но сначала всевозможные обследования. Лежала Лариса в лучшем, самом современном отделении их областной больницы, в платной палате. Еще полгода назад, до той дурацкой простуды, она легко справлялась с беговой дорожкой, ежедневно преодолевая по 10 километров. А теперь даже не могла без помощи подняться на второй этаж. А мучительный кашель, который поначалу принимали за простудный, терзал ее бедное тело ежедневно. Он тоже был связан с сердцем. Болезнь не была наследственной. Как объяснили врачи, пошло осложнение после обычной простуды. Ее Лариса по привычке переносила на ногах. Ну что ей температура, когда на носу неделя моды? А у них даже половина коллекции к показу на тот момент была не отшита. В родном городе Лару знали как талантливого кутюрье, владелицу собственной марки молодежной и женской одежды. У нее был бутик на центральной улице и пошивочный цех. А столичные гости охотно скупали модели одежды для своих клиентов, когда оказывались в их краях. Сейчас Ларисе было 38. А начинался этот бизнес почти два десятилетия назад, когда они с мамой, тоже талантливой швеей, решили уйти из ателье в свободное плавание. С рынка тогда уже схлынули многочисленные китайские подделки. Люди стали ценить бренды и уникальность. Около года они с мамой копили на мечту, работая не покладая рук. А потом еще год в две машинки создавали свою первую коллекцию нарядов. Их раскупили сразу после показа на неделе моды. Бизнес пришлось расширить. Сначала Лара только училась у своей матери, талантливой швеей и закройщицы. Потом начала сама творить модели. Да такие, что легко превосходили произведения лучших брендов. Собственную марку они назвали по фамилии. Лара Баринова. Вот только маме не удалось долго порадоваться их детищу. На пятый год существования бренда она умерла от сердечного приступа прямо за работой. Таково было проклятие их рода. Совершенно здоровой, крепкой, полной сил женщины уходили внезапно. Всегда от сердца. Одна за другой. Уже после кончины мамы Лара вспоминала их разговор, случившийся одним зимним днем. Вот, доченька, все секреты тебе передала. Теперь умирать не страшно, улыбнулась Вера Григорьевна. Спокойная я. Мам, ну что ты такое говоришь? Возмутилась дочь. Ты молодая, еще и замуж выйдешь. Погуляем на свадьбе. Внуков моих детей понянчишь. Нет, Ларочка, вздохнула мама. Не судьба. Не доживают наши женщины до старости. И бабушка твоя, и прабабушка так. Причем все здоровы и без патологий. Судьба такая несчастливая. Где-то предки нагрешили. Ой, мам, да чушь это все. Пыталась отогнать дурные мысли Лариса. Все у нас будет хорошо. Но, когда мама умерла, едва отпразднув 23 день рождения дочки, Лара вспомнила ее пророческие слова. И вот теперь, видимо, настал ее черед. Несколько лет Лариса тянула свой бизнес со дна. Не спала ночами, придумывала модели, старалась справиться с болью утраты и оправдать мечты мамы. Ей это удалось. Бренд сохранился, даже когда трудности с бизнесом были у всех. Они просто вышли со своей одеждой на маркетплейсы и снова обогнали конкурентов. Но как раз в тот кризисный период Лара впервые поняла, она не успевает все делать сама. Отшивать коллекции в срок, обрабатывать заказы, следить за производством. Стала искать помощника с профильным образованием конструктора одежды. На объявление откликнулся Сергей. Тогда еще 27-летний молодой амбициозный дизайнер. Он был готов переехать в их город из столицы. Хорошо знал ассортименты и стиль ее марки. Их видение в развитии компании полностью совпадало. Лара искренне считала Сережу настоящим бриллиантом, сокровище, которое ей повезло отыскать. И вскоре их отношения переросли даже в нечто большее. Вообще, к 34 годам Лариса не раз заводила романы необременительные и легкие. Сама бросала мужчин, как только они и надоедали. Но с Сергеем это не сработало. Сначала она даже не поняла, что молодой человек за ней ухаживает, а тот ненавязчиво проявлял заботу. Подавал пальто, плащ, руку при выходе из машины, приносил цветы и кофе, покупая их по дороге на работу. Потом пришло время более активных действий. Сергей ей сказал однажды. «Лар, ты мне нравишься», посмотрел, смутившись, и добавил. «Хочу предложить тебе свою руку и сердце». «Сереж, ну ты чего?» расхохоталась она. «Я и так тебя не уволю. Кто ж от такого сокровища избавляется? Можешь не изображать чувства ко мне». «Я серьезно», сердито ответил Сергей. «Ты – женщина моей мечты. Уверенная в себе, красивая, почти гениальная по части моды. Но посмотри, у многих женщин-модельеров мужья моложе их, иногда в два раза, а я же младше всего на семь лет. И мы отлично ладим, понимаем друг друга даже без слов». «Сереж, возможно, я никогда не смогу иметь детей», предупредила его Лариса. «Есть проблемы по женской части». «Ничего, всегда можно усыновить ребенка, да просто жить вдвоем. Не думаю, что это помеха», сказал он и протянул ей кольцо. «Вот, примерь, это помолвочное. Думаю, я не ошибся». Через полгода Лариса согласилась выйти за него замуж. Правда, матери жениха, Анне Алексеевне, это совсем не понравилось. Она жила в другом городе, поэтому свое пренебрежение предпочла выразить по телефону. «Послушайте, мелочка», вещала Алла Алексеевна, «мой сын уже не ребенок, имеет право на безумство, но жениться на швее без высшего образования – это дурной тон». «Извините, не знала, что в браке диплом важен», ответила Лара. «У меня и без него все прекрасно. Свой бизнес. Денег хватит на три жизни. Не думаю, что диплом бы что-то изменил». «Ох, знаете, вы, ну, вариши, всегда так говорите. Меряйте талант деньгами. А мой Сереженька не такой. Он талант. Но зачем ты решил похоронить себя в вашей провинции? А все из-за какой-то женщины старше себя. Учтите, я решительно протестую. Не будет этот брак счастливым без моего материнского благословения». «Да я не тащу вашего сына в ЗАГС», устала, сказала будущей свекрови Лариса. «Он вполне может отказаться». «Вы не знаете моего мальчика», вздохнула Алла Алексеевна. «Поздний ребенок. Родила я его в сорок. Конечно, баловала без меры, а теперь он все решения принимает сам. Никогда не отступает». Сергей и Лариса поженились. Молодой муж переехал к ней в загородный дом. Лара написала ему доверенность на свою машину и с удовольствием пересела на пассажирское сидение. Теперь они и дома, и на работе были вместе. При этом в семье царило трогательное взаимопонимание. Ведь оба были увлечены развитием и продвижением бренда. Любовные отношения в их паре были вторичны. Как бы дополнение. И вот, три года спустя, Лариса лежала в палате. Смотрела в окно и размышляла, насколько все-таки хорошим мужем оказался Сережка. Когда она заболела, он полностью взял на себя управление бизнесом. А еще дважды в день приезжал к ней. Привозил книги, деликатесы, которые разрешали врачи, рассказывал новости. Единственное, что Лара пока ему не передала, право подписи. Все документы визировала сама. Внимательно читала, проверяла их. Бухгалтер присылал на почту бумаги. Лара просматривала их в ноутбуке. При необходимости визировала электронной подписью. Сергей же мог лишь распоряжаться на производстве, оперировать продажами. Но весь расчет и бухгалтерия у них были на отдельном сотруднике. В эту сферу муж не влезал. Дверь в палату открылась. На пороге появился Сергей. «Ларочка, ты как сегодня?» Улыбнулся супруг. За время болезни жены у него отросла небольшая бородка. Появились черные круги под глазами. Но он всегда старался ее подбодрить. Так же, как и вчера и все предыдущие дни. Слабо улыбнулась Лариса. Плохо. Слабость. Руки дрожат. Сердце периодически колотится, как бешено. Пью гору лекарств и надеюсь на скорую операцию. Они все еще надеются сбить мне температуру. Ну и очередь на мою процедуру. По проверке сосудов чуть продвинулась. Возможно, через неделю проведут. Хотя бы платно. Вот и хорошо. Не теряй оптимизма. Улыбнулся Сергей. Знаешь, в эту распродажу мы ликвидировали почти полностью остатки старых коллекций. А на новую уже оформлен огромный заказ. Шьем. Твои последние эскизы просто невероятные. Ох, хорошо бы, чтобы они не стали последними на самом деле. Вздохнула Лара. Боюсь умереть во время операции. Вот если бы можно было узнать свое будущее, я бы понимала, на что надеяться. Они еще долго сидели, разговаривая. Муж пообещал что-нибудь придумать, чтобы успокоить Лару перед операцией. Он держал ее за руку. Он ласково улыбался, глядя прямо в глаза. Пробыл в палате до вечера, обсуждая важные моменты на производстве. А потом уехал. Но не домой. А в совсем другой район города, где жила его любовница, одна из моделей с их показа, Лера. Там Сергей снимал для нее квартиру и оплачивал все прихоти молодой красивой женщины. «Привет». Он поцеловал любовницу в щечку при встрече. «Как день прошел?» «А, сидела в кафе, ходила на ногти». Перечисляла Леру свои занятия. «Отсняли фотосет с удовом. Как пришлет фотограф снимки, покажу тебе. А как там твоя умирающая? Скоро уже она нас покинет?» «Лер, ну не говори так», — попросил Сергей. «Да ладно, не строй себя святого. Я же знаю, ждешь, не дождешься, когда она умрет, чтобы получить наследство». «Да даже если так, какой смысл болтать об этом направо и налево? Может, ты и подружкам своим уже растрепала?» Поинтересовался Сергей. «Язык-то длиннющий». «Ну ты чего, Сержик?» — расхохоталась Лера. «Я же все понимаю. Ты сейчас зависишь от своей старухи. Нельзя нам с ней ссориться». «Какая старуха всего тридцать восемь?» Машинально ответил Сергей. «А мне двадцать». «Поэтому все именно так», — захохотала Лера. «Дорогу молодым, старухам пора на свалку. Ты же сам бегаешь ко мне, а не сидишь, словно верный пес у ее ног. Так вот, Сережа, давай-ка поактивнее, пусть завещание на тебя составит, а то понабегут родственнички дальние потом». «Да ладно, я муж и все равно наследник». А вот если бы она передала права управления фирмой, было бы великолепно. «Доступ к деньгам, счетам, над этим я работаю. И вообще, не дави, а? С этим моя мать прекрасно справляется». «Сереж, а правда, что твоя жена не первая, кого вы так с мамой обрабатываете?» — спросила, прищурившись, Лера. «А то ходят слухи. Птичка тут по секрету нашептала, что ты из Москвы не просто так уехал, а сбежал, спасаясь от сына своей прошлой жертвой». «Что за птичка?» — мрачно спросил Сергей, меняясь в лице и разом растеряв всю свою смазливость. «Еще раз говорю, болтай поменьше, Лер, а то придется и тобой заняться на досуге». «О, какие мы страшные!» — расхохоталась она. «Ты бы так жену свою пугал. Кстати, она же у тебя суеверная, воспользовался бы этим». «И как?» — удивился Сергей. «Привидение к ней в палату прислать?» «Ну зачем так грубо?» «Найди гадалку. Да такую, которая скажет все, что нужно. Заранее разузнай, на какие точки можно надавить, чем ее взять. И вперед!» «Пусть твоей ларке предскажет что-то страшное, но с возможностью этого избежать». «Конечно, если передать часть своей судьбы другому человеку. Но пусть подтолкнет ее к переписыванию бизнеса». «Хм, интересная идея», — пробормотал Сергей. «Надо подумать. Она и сама вроде не против всяких нетрадиционных методов. А почему бы не гадалка? Где только искать ее? Ну, где все ищут. В интернете, конечно. Все туда давно переехали», — усмехнулась Лера. «Ты умный. Вот и покопайся. Отзывы почитай». В течение следующей недели Сергей, как заведенный, изучал местных провидец и их биографии. Для этого пришлось заплатить надежному человеку за сбор информации. Но оно того стоило. Среди всех старцев, прорицательниц и повелительниц карточных раскладов, Сергей нашел ту самую, что точно должна была ему помочь. Ее звали Земфира. Она была ровесницей его жены. Даже родилась с ней в один день. Это Сергей счел весьма забавным совпадением. А еще эта гадалка в одиночку тянула пятерых детей. Троих родных и двух усыновленных. У младшего ребенка были и проблемы со здоровьем после падения с высокого дерева. Сильно хромал. Нужна была дорогая платная операция, способная это скорректировать. Конечно, можно было стоять и в очереди бесплатно, или получить ограничения по здоровью на всю жизнь. Но верный человек донес Сергею, что Земфира в отчаянии, мечтает вернуть малышу здоровье и ради этого готова на все. А еще у гадалки вообще в последний год настали трудные времена. Сама она искренне считала, что это признаки запятнанной кармы. И старалась не браться за темные делишки, с которыми к ней раньше частенько приходили заказчики. Не так давно у Земфиры сгорел дом. Поджог доказали, а исполнителя так и не нашли. В полиции сочли, что провидица, как отомстил кто-то из конкурентов или обиженных клиентов. Сама она знала имя заказчика. Это был один из местных бизнесменов. Конкурент ее постоянного клиента. Тот вел свои дела, руководствуясь ее советами. Легко избегал самых каверзных ловушек врагов. А те решили устранить его советчицу, не пожалев и детей. Но просчитались. Земфира спаслась, вывела малышей. Через неделю купила, пусть и требующий ремонта, но пригодный для жития дом в другом районе города. Потратив на него свои последние накопления. Конечно, враги побесновались, но еще больше утвердились во мнении, что Земфира заговоренная и рождена под счастливой звездой. Каверзы против нее строить прекратили. Но потери и так были слишком велики. Конечно, детей не отобрали. Мама и она была хорошей. Платили пособия на старших по потере кормильца. Младшие его не получали. После усыновления и помощи от государства-то было немного. Плату же за свои услуги, женщина с клиентов тоже брала посильную. Поэтому частенько сидела совсем без денег. Шли к ней от большой беды и отчаяния. А в этом случае у людей истощаются не только силы, но и материальные ресурсы. Земфира принимала всех, кому могла помочь. Но ее силы были не бесконечны. Вот если бы решилась проблема с младшим сыном, но пока накопить на операцию удалось совсем немного. К этой гадалке и решила отправиться Сергей, предварительно переговорив с матерью. Та его план полностью одобрила. «Алерг, твоя не дура!» «Такую идею подала!» «Есть мозги у девчонки!» «Не только красота и молодость!» Рассмеялась Алла Алексеевна. «Я сегодня Ларке звонила, изображала любящую свекровь. Что-то там она совсем плоха. Поторопился бы ты, сынок!» «Мам, я тут сам разберусь!» Огрызнулся Сергей. Разобрался уже в прошлый раз. Не поверил, что у твоей зазнобы сын есть, да еще бандит. Еле ноги унес. Скажи спасибо, что жив остался. Все накопления ушли, чтобы ущерб покрыть перед этим бандюгой. «В этот раз я не просчитаюсь. Родственников у нее точно не наблюдается!» Отрезал Сергей. «А вот Лерке про мое прошлое, ты зря натрепала маму!» «Ты о чем это?» Удивилась Алла Алексеевна. «Ничего я не говорила. Она что, откуда ты про это узнала?» «Ох, Сереженька, будь осторожнее. Какую-то свою игру, видимо, ведет эта девчонка. А нас на пути к Ларискиным миллионам ничто останавливать не должно!» «Да понял я. Завтра уже встречаюсь с гадалкой. Не переживай, все будет нормально!» Сергей завершил разговор. На ночь он еще раз перечитал присланную информатором биографию Земфиры. Ошибиться было нельзя. В разговоре с гадалкой он собирался опираться на ее главные болевые точки. На следующий день встретился с Земфирой в ее доме. Низкий сруб с закопченным полом, свисающие в синях травы, визжащие во дворе дети. Все это с самого начала его раздражало. Казалось каким-то ненастоящим, театральным. Сергей вошел в комнату, где сидела женщина. Вопреки своему экзотическому имени, внешность она была невосточной. Русоволосая, светлоглазая, она выглядела совершенно обычной. И лишь просторный балахон и налобная повязка придавали ее заурядной внешности некоторую загадочность. «Что привело вас ко мне? Какое печальное сердце?» – спросила провидица. «Я не буду вам рассказывать сказки, излагать надуманную причину своего визита», – ответил Сергей. «Вы сейчас в бесстном положении, и я могу решить эту проблему. Конечно, если вы согласитесь помочь мне». «Это что-то незаконное?» – уточнил Земфира. «У меня дети. На криминал не пойду». «И не нужно», – успокоил ее Сергей. «Задача ваша проста». «Нужно подтолкнуть одну женщину к определенному решению, выгодному для меня, а значит, и для вас, Земфира. Женщина – это моя жена. Особо довольно суеверная, но не глупая. Вам важно это учитывать. В откровенную ложь она не поверит». «Значит, жена?» – усмехнулась хозяйка. «Конечно же, она умирает, и вам нужно завещание или что-то в этом роде». «Приятно иметь дело с умным человеком», – хищно улыбнулся Сергей. «И вот еще что. Моя жена суеверна. У них там в роду идет легенда о каком-то проклятии по женской линии. Подробностей не знаю. Но все они умирают от сердца и молодыми». «Понятно. А у вашей жены, разумеется, болезнь сердца. Именно так предстоит операция. Подписать бумаги она должна до нее и как можно скорее. Но вы же понимаете, это не шутки. У меня дар. Им нельзя вот так управлять или распоряжаться по своему усмотрению. А то, что вы предлагаете – обман». «Послушайте, мы взрослые люди. Просто назовите цену», – усмехнулся Сергей. «Про свой дар и прочие штучки будете рассказывать моей супруге и прочим доверщим глупцам, готовым это слушать. Сейчас перед вами человек с деньгами. Я готов открыть кошелек. Лишь назовите сумму». «Хорошо. Я соглашусь на ваше предложение. Действительно, мне нужны деньги. Но есть условия. Откровенной лжи не будет. И средства для подталкивания вашей жены к нужному решению выберут то же самое. Вы не вмешиваетесь при любом раскладе. Иначе наш договор аннулируется». «Ладно». Сергей написал свое предложение на бумаге. «Такое вас устроит?» «Да. Половину хочу получить сразу», – ответил Земфира. «Вторую после?» «Ну, справедливо», – ответил Сергей. «Банковским переводом можно?» «Да. Подпишите, что это возврат долга или пожертвование. Что-нибудь такое», – попросила Земфира, продиктовав номер телефона. Сергей кивнул. Они условились встретиться у больницы на следующий день. Теперь ему предстояло подготовить жену к визиту гадалки. Лара удивилась тому, что муж приехал посреди дня. У нее в это время проходили осмотры и процедуры. Посетители пускали неохотно. Но Сережа прорвался в палату и радостно заявил. «У нас будет лучший специалист. Завтра она прибудет». «Ты нашел какого-то нового врача?» – удивилась Лариса. «Мне ничего не говорили». «Да нет же. Помнишь, мы обсуждали нетрадиционные методы. И вот, я нашел одну предсказательницу. Лучшую в своем деле. Она готова тебя проконсультировать. Заглянешь в будущее, наверняка оно светлое». «Ну, хорошо», – осторожно согласилась жена. «Вообще, я бы лучше про проклятие спросила. Разбирается в таком твоя прорицательница?» «Конечно. Зимфир, она вообще очень известная и узнаваемая личность. Ее многие советуют. Я сам с трудом попал на консультацию, по знакомству и денег еще пришлось отдать». «Ну, раз ты приложил такие усилия, мне точно отказываться смысла нет», – улыбнулась Лариса. «Да и вообще, в отчаянии принято хвататься за соломинку. Вдруг в моем случае это выглядит именно так?» «Приводи, гадалку. И спасибо, что не опускаешь руки. Без тебя я бы сдалась». «Она чмокнула мужа в щеку. Тот вышел из отделения, поехал на производство, потом в ателье. Сергею нравилась эта рутина. Он получал удовольствие, представляя, как станет единоличным владельцем бизнеса супруги. «Оставалось подождать совсем чуть-чуть, и Лара напишет завещание на его имя. А там операции, и период после нее, да мало ли что может пойти не так. А он останется богатым, безутешным вдовцом с готовым бизнесом и миллионами на счетах». На следующий день, в оговоренное время, Земфира приехала в клинику. Она была готова исполнить то, о чем договорилась Сергея. Он провел ее в палату жены. Лара, утомленная дневными процедурами, полу лежала на подушках. Рука ее слабо подрагивала. На шее била синяя жилка пульса. «Вот, Ларочка, это Земфира. Надеюсь, ты в силах сейчас поговорить с ней?» – произнес Сергей. «Да, конечно», – прошептала Лариса. «Вы же уже здесь?» Земфира села на край кровати, взяла ее руку. В голове тут же пронесся поток странных бессвязных образов. Гадалка едва не лишилась сознания от их яркости и реалистичности. Она побледнела, без сил уронила руку Ларисы на постель. «Вы как, в порядке? Может, врача позвать?» – хлопотал Сергей, удивляясь актерским способностям провидицы. Но та не играла. Она действительно была потрясена увиденным. «Все нормально. Это видение. Сейчас приду в себя. Можно воды?» – попросила Земфира. Сергей вышел из палаты, отправился к кулеру. Потом искал одноразовые стаканчики, которых не оказалось на месте. А, возвращаясь к палате, услышал слова Земфира. «В общем, я вам настоятельно советую написать сейчас завещание и вложиться на операцию. Смерти не вижу, но может быть кома или долгая реабилитация?» «Вашему мужу пригодятся бумаги, по которым он сам сможет принимать решения, пока вы будете недееспособны. Понимаете?» Потрясенная Лара лишь покивала. Потом спросила. «А мое проклятие, оно реально? Вы видели что-нибудь?» «Я так скажу. Вы бы тоже могли предсказывать, если бы хотели. Но вы не желаете этого делать. Канал закрыли. А как отработка кармы – тяжелая болезнь. И еще. Не знаю почему, но проклятия я никакого на вашем роду не вижу. Возможно, это и правда байки, в которые верили женщины вашей семьи. А может, просто странные совпадения?» Сергей вошел в палату, протянул стакан воды. Гадалка с жадностью начала пить. «Сейчас я отвезу Зимфиру и вернусь», – пообещал Сергей жене. «Ну нельзя же отправлять женщину одну. Ей далеко добираться». «Сережка, какой-то у меня заботливый», – улыбнулась Лариса. «Самый лучший муж». Приторно улыбаясь, Сергей вышел из палаты, таща за собой за руку провидицу. Усадил ее в машину и заорал. «Что это сейчас было вообще? Ты зачем ей наобещала жизнь? А если она вообще не захочет писать завещание или доверенность? Никаких денег больше не увидишь. И того, что уже перевел, слишком много за твои услуги». «И ладно», – ответила Зимфира. «Поглядишь еще, как все обернется, красавчик. А я сама доберусь. Не надо меня везти». Гадалка покинула машину своего странного клиента и медленно пошла прочь. Ее мало волновали слова об урезании оплаты. Куда больше беспокоило видение, которое ее постигло, стоило взять женщину за руку. А Сергей тем временем вернулся к жене, привычно натянув бодрую улыбку на лицо. «Ну как ты? Гадалка тебя не слишком утомила? Я вообще-то жалею, что ее позвал». «Нет, все в порядке». Она вселила в меня надежду. «Но скажи, эта женщина больше ничего не говорила? Может, какие-то дополнительные советы? У меня осталось ощущение недосказанности». «Нет, это все», – ответил Сергей. «Она вообще странная. Бросилась от меня практически бегом. Не дала отвезти домой». «Ах, не думай о ней. У тебя ведь скоро операция». «Да, я знаю. Пригласи, пожалуйста, нотариуса на завтра. И пусть бухгалтер тоже заедет. Нужно с ними поговорить на всякий случай». «Конечно, милая. Но я уверен, все будет хорошо», – заверил ее Сергей. Возвращаясь вечером домой, в душе он ликовал. Все прошло даже лучше, чем ожидалось. Его суеверная супруга добровольно готова писать завещание. А на оплате услуг этой земфиры удалось неплохо сэкономить. Радостный, он позвонил Лере в надежде встретиться. Но та была занята. Потом Сергей связался с матерью. Женщина новостям обрадовалась, но тоже не могла долго говорить. А в полоту к Ларисе тем временем заглянул приятный мужчина лет сорока. В белом халате. Раньше она его не видела. «Добрый вечер. Я познакомиться», – сообщил он. «Ваш врач Константин Михайлович, буду проводить операцию. Ваш лечащий доктор решил, что так надежнее. У меня больше опыта практического, да и вообще. По таким операциям докторское написано. Не переживайте. Подлатаю вас, будете в горы ходить и кроссы бегать». «Правда? Что-то уже не верится», – улыбнулась Лара. «Муж мне сегодня даже гадалку приводил. У нее видение было». «Так, отставить всякие антинаучные домыслы», – улыбнулся Константин Михайлович. «Я материалист. Верю только в науку и в то, что могу своими руками пощупать или сделать. Так что с чудесами, бабками, гадалками – это не ко мне. А вот волю к победе я в пациентах приветствую. С этого дня, Лариса, мы одна команда. И от слаженности работы будет зависеть результат. Поможете мне?» Лара слабо кивнула. «Этот доктор ей определенно понравился. И даже сердце забилось чуть чаще. И совсем не от болезни. Но она замужем. Да и он наверняка не одинок». Лара выбросила эти непривычные мысли из головы и прикрыла глаза. Ей хотелось спать. В это время Земфира дома укладывала детей спать. Закончив, прошла на кухню, где ее мать Альфия варила кофе, чтобы погадать на гоще. «Мам, представляешь, что сегодня случилось?» – сказала дочь. «Я видела нечто очень странное. Когда взяла за руку одну пациентку в больнице, ей нужна операция. И что ж ты видела? Сама знаешь, неконтролируемые образы очень опасны. Особенно, когда они исходят от человека на пороге жизни и смерти. Расскажи». «В общем, я видела прошлое, далекое. Роддом. Тебя и еще одну женщину, похожую на меня сейчас. Ночь. Темно. Вам приносят покормить младенцев. Это две девочки, маленькие, обе с желтушкой примерно одного размера. Просто два кулька с кричащими ртами. Вам даже не дают рассмотреть этих детей не то что подержать. А потом акушерка их уносит в другую комнату. Что-то бормочет, снимает у малышек бирки с ног с фамилиями и меняет их местами. «Утром тебе уже принесут меня, а моей матери — твою родную дочь». «Доченька, а ведь у нас были подозрения», — ахнула Альфия. «Но не было доказательств». «Так что, ты сегодня встретила ту самую девочку? Мою родную дочь?» «Мне кажется, что да, мама», — кивнула Земфира. «Но как ей сказать об этом, не напугав?» Она еще спрашивала про родовое проклятие. Говорила, что в роду у них все умирают, женщины, от сердца. А я сказала, что не вижу такого. «И правильно, оно на мне». «Нет, его на тебе», — вздохнула Альфия. «Просто ты тоже с даром, как она». А женщины вашего рода отказывались практиковать видение. Вот и платили здоровьем. Ты же свой дар используешь, контролируешь. Меня это когда-то и убедило, что ты моя дочь. Но, знаешь, Зимочка, не грусти. Иногда приемные ближе родных. У тебя вон у самой их двое. «Ну неуж ты меньше любишь, чем родных?» «Да нет, что ты, мам», — возмутила Земфира. «Да я и не думала, что ты меня разлюбишь теперь. Но доказательства найти нужно». Лариса, конечно, догадывается, что у нее тоже есть шестое чувство, но этим мы ее не убедим. «У тебя вроде подруга в роддоме работает. Сможет поднять архивы? Нужны имена и данные акушерок, дежуривших в первую и вторую ночь после родов?» «Да, дочка, я узнаю. Но смотри, не смей задумывать месть. Мы не знаем, почему эта женщина так сделала. Какие были обстоятельства? Сначала нужно разобраться». «Хорошо, мам. И узнай поскорее. Ларисе на днях делают операцию. Хочу потом ее поддержать». На следующий день в больничной палате был аншлаг. Помимо лечащего врача, который только что привез Ларису с энгиографией, она была необходима для определения просвета сосудов, в палате находились нотариус, юрист и бухгалтер. Сергей было тоже предложил остаться, но Лара его отослала. Это еще больше убедило мужа, что главным наследником будет он. А Лариса, убедившись, что ее слушают, начала отдавать распоряжение. Врач оставался в палате, беспокоясь о здоровье пациентки. Эта молодая руководительница была ему чем-то симпатичной. «Итак, я хочу, чтобы вы временно, только на период проведения моей операции и на случай возможной комы, передали право подписи нашему бухгалтеру Нине Васильевне», – обратилась к юристу Лара. «Вам я доверяю как себе. Лучшей маминой подруге можно и фирму на время передать». «Солнышко ты наше, все проконтролирую, сделаю», – прослезилась Нина Васильевна. «А я уж думала, совсем окрутил тебя этот вертопрах, Сережка. Вон, как хвостом виляет в больнице, никого к тебе не пускает». «Правда?» – удивилась Лара. «А я не знала». «Так, с этим решили». «Тетя Нин, учтите, по завещанию распорядителям тоже делаю вас». «Итак, теперь нотариус. Если меня не станет в результате этой операции или после нее, завещаю все свои деньги и недвижимое имущество детям с заболеваниями сердца. Нужно адрес найти ребятишек и оплатить им процедуры. Фирму продать или закрыть, вырученные деньги тоже пустить на благотворительность. А своему мужу я завещаю автомобиль. Пусть он станет компенсацией за эти три года брака». «Все, доктор, подтвердите, что я в состоянии сейчас принимать решение». «Да, подтверждаю», – ответил Константин Михайлович. «Что ж вы муж так обделили-то, Ларис?» «Он утверждает, что женился на мне по любви, а не по расчету. Поэтому получает мою благодарность в таком виде». Наконец, все покинули палату. Лара попросила медперсонал отвечать любым посетителям, что она отдыхает. Сегодня никого не хотелось видеть. Не сумев встретиться с женой, Сергей прорвался к Константину Михайловичу в кабинет. «Доктор, что за новости? Жена не хочет меня видеть?» «Послушайте, у нее был очень тяжелый день. Большая диагностическая процедура, подготовка к операции, еще эти дела. Что вы хотите? Пусть отдохнет. А оперировать будете вы или прошлый врач?» – спросил Сергей, потеряв всякую осторожность. «И сколько будет стоить, чтобы вы не сильно старались?» «Вы что?» – скочил с места Константин Михайлович. «Ненормальный? Я сейчас полицию вызову. У нас тут камеры и запись в кабинетах со звуком. Хотите полюбоваться?» «Да я же пошутил, вы что?» – побледнел Сергей. «Нервничаю, доктор. Это просто дурацкая шутка. Уходите. И не смейте приближаться к моей пациентке, пока идет период реабилитации. Иначе запись уйдет в компетентные органы», – пригрозил врач. Сергей ушел, а Константин Михайлович своим личным распоряжением запретил всяческие посещения Лары. О любых визитерах охрана, больницы и персонал должны были докладывать ему лично. Особенно это касалось родственников пациентки. Убедившись, что теперь Лариса в безопасности, он пошел отдавать распоряжение о завтрашней операции. В это же самое время Альфия рассказывала Земфире о том, что удалось узнать ее знакомой в роддоме. А оказалось, обе ночи дежурила всего одна акушерка. Да, это было не по правилам, но персонала не хватало. Брали по несколько смен подряд. Данные той женщины и ее домашний телефон тоже были. Вот только они оказались бесполезны. Акушерка уже долгое время была послушницей монастыря. Служила сестрой милосердия в хосписе для инвалидов. Земфира все же хотела увидеться с этой женщиной. Адрес у нее был. Узнав о причине посещения, акушерка, назвавшаяся сестрой Анны, согласилась принять посетительницу во дворе хосписа. «Добрый день. Вы говорите, речь идет о поступке, который я совершила в период работы в роддоме?» — произнесла она. «Да, об этом», — кивнула Земфира. «Зачем вы поменяли нас местами?» «А, так ты одна из тех», — ахнула женщина. «Перед вами я и правда виновата. Прости меня. Бога давно уже молю об этом. Вот, даже в монастырь ушла. И не надеялась, что свяжусь с кем-то из тех невинных душ, что обрекла на перемену судьбы. А тут ты. Значит, простили меня сверху?» «Так зачем вы поменяли нас местами?» — возмутил Земфира. «С ума сошли? Хотели навредить? Что за странные эксперименты?» «Признаюсь честно, дважды такое было. Вторая пара мальчишки в другой день рожденные. Их тоже поменяла. А причина простая. Верка, мать твоя, парня у меня увела. Он, конечно, потом ее тоже бросил почти сразу, а женился на другой. И та родила мальчика». «И именно его вы тоже поменяли?» «Отомстили, получается?» — спросила Земфира, понимая, что зла на эту безумную, своей слепой ярости когда-то женщину не держит. «Да, прости меня, девочка», — ответила Акушерка. «Свой грех я отмолила, видать. Теперь за тебя буду молиться. За Земфиру, рабу божью». «Ух, лучше за болящую Ларису», — попросила гадалка. «Ей сейчас нужнее». «Конечно. Хочешь, в монастыре за здравие служат? Я сестер попрошу». Кинулась ей на шею Анна. «Да уж, не помешает. Ей очень непросто будет», — ответила Земфира и ушла. На следующий день оперировали Ларису. Земфира пробовал дозвониться, информацию ей не давали. А у стен больницы уже возмущенно расхаживал муж, которого теперь тоже дальше поста охраны не пускали. Отчаявшись получить информацию от врачей, Сергей поехал на работу. И там уговорами и угрозами смог разговорить юриста. «Что, вас вчера Лариса собирала у себя?» — допытывал Сергей. «Завещание писала, распоряжение отдавала». «Да, именно так и было. На случай, если что-то пойдет не так», — подтвердил юрист. «И где тогда мое право подписи?» — возмутил Сергей. «Что вообще происходит?» «А оно не у вас», — сдавленно ответил юрист. «У другого человека. Ему Лариса доверяет больше». «Уж не тебе ли?» — накинулся на него с кулаками, Сергей. «Да нет, не Нине Васильевне. И она же по завещанию всем распоряжается. А вам машину хозяйка оставила остальное на благотворительность». «Как? И фирму?» — опустив руки, сел на ближайший стул Сергей. «И дом?» — счета в банке. «Да она с ума сошла, что ли? Если умрет, я все протестую». «Вряд ли получится. При нотариусе врач зафиксировал и подтвердил ее дееспособности, ясный ум», — прошептал юрист. «А что за врач? Этот, Константин Михайлович?» — уточнил Сергей. «Вот я влип». С этого момента он уже не думал о наследстве, а молился, чтобы жена выжила. Если с ней что-то случится, денег сто процентов не видать. Мать его просто порвет за такой провал. Очередной, между прочим. После операции Лариса некоторое время находилась под воздействием наркоза и видела в этом состоянии странный сон. В нем была ее мама и другая женщина с лицом Ларисы, очень на нее похожая, и фигура в белом халате, меняющая бирки на ножках и ручках детей. Очнувшись, Лара закричала, но рассказать о своем видении никому не могла. Константин Михайлович сам сказал, что он материалист, а мужу она почему-то больше не слишком-то доверяет. Не дозвонившись до Лары, Земфира решила сама ехать в больницу. Там ее долго не пускали. Бегали, совещались, но потом все же разрешили посещение по личной просьбе больной. «Ну ты прямо принцесса в башне», – смеясь с порога обратилась Земфира. «Нам надо поговорить». «Да, это врач распорядился, чтобы никого не пускали», – пояснила Лара. «Но я тоже хотела пообщаться. Понимаешь, под наркозом я видела странный сон. Где была женщина с моим лицом и мама, которую я знала, и еще девочка. Думаю, это ты?» «Да, так и есть», – подтвердила Земфира. Она включила запись своего разговора с сестрой Анной. Лариса слушала его в слезах. Потом грустно улыбнулась. «Я хотела бы увидеть маму», – прошептала она. «Ты не против?» «Да нет, что ты. Будем считать, что нас свела сама судьба. А у меня появилась сестра, о которой я всегда мечтала». Они обнялись. Потом начали болтать просто о жизни, делиться новостями. За этим занятием их и застала Константин Михайлович. «Ну что вы тут мою пациентку-то все утомляете?» – шутливо нахмурился он. «Земфира, может, вы ей сестра, но не стоит так усердствовать в первый день. Я и сам ее поразвлекаю. Как раз сейчас осмотр». «Я сказала, что ты моя сестра», – шепнула Лара Земфире. Иначе он не соглашался пускать. «Ведь не соврала почти», – ответила та и засмеялась. «Мы с мамой завтра к тебе придем». «И с племянниками». «Константин Михайлович, вы же их пустите?» – состроила жалобное лицо Лариса. «Посмотрим на ваше поведение», – шутливо ответил доктор. «Но пока противопоказаний не вижу. Только обещайте мне тут не рыдать, а? Хорошо? А то сестры уже вас как мексиканский сериал смотрят из коридора». Земфира ушла, а Лариса начала общаться с доктором. Параллельно тот проводил осмотр и был очень доволен состоянием пациентки. О муже она в беседе с ним не вспоминала и даже слегка кокетничала. Например, выяснила, что Константин Михайлович разведен и не имеет детей. На следующий день вся большая семья Земфиры после обеда появилась в больнице. Лариса поначалу от такого наплыва гостей слегка ошалела. Но, увидев родную маму, поняла. Ошибка исключена. Они были похожи, как две капли воды. А Земфира, если присмотреться, всем напоминала молодую Веру. Ту, что воспитала Лару и дала ей путь в жизни. «Послушай, я считаю, нам нужно разделить мое состояние по справедливости», – втолковывала Лариса Земфири. Компанию основала Вера. А ты ее родная дочь. Имеешь полное право на это. Я выпишусь из больницы и займусь этим. «Ларис, да не нужно нам ничего. Ты нашлась уже радость. Мама вон счастлива. Дети получили новую тетю, которая еще не видела все их фокусы. Кстати, Макар будет предлагать покататься на скейте. Не соглашайся. Я один раз с ним ездила, потом сотрясение лечила», – посоветовал ей Земфира. «Ой, перестань. Я уже все решил. Имущество мое, добрачное. Но вот с маленьким твоим надо что-то решать. Давай местный хирург его посмотрит». «Лар, не надо. Все уже пересмотрели. Операция нужна. Квоту, правда, надо ждать, но это долго. Чем быстрее сделаем, конечно, тем лучше». «А платно? Можно же сделать?» – допытывалась Лариса. «Я дам деньги, хоть сейчас. Пришлю их тебе домой с курьером». «Платно можно», – угрюмо ответила Земфира. «Выходит, мы у тебя тут деньги клянчим». «Да перестань ты. Это мои племянники, мамины внуки. Как хочу, так и балую. И вообще, я тут больная, а значит, мои желания – закон». Перевела все в шутку Лариса. Затем позвонила Нине Васильевне, попросила отвезти нужную сумму по адресу Земфиры. Та согласилась, но сама поехать не смогла. Дочку увезли рожать. Решив, что большой беды не будет, Нина Васильевна дала Сергею адрес и деньги, которые предназначали Земфире. Намного больше, чем было нужно, ведь Лара искренне хотела улучшить жизнь сестры. При виде такой суммы у Сергея тут же загорелись глаза. В ближайшей подворотне он нашел бродягу, которому пообещал немного за простое дело. Тот должен был имитировать драку, поставив Сергею пару синяков, вырвать у него сумку и убежать. Всю эту постанову предполагалось разыграть под камерами наблюдения. За такой грабеж бродяга получал вознаграждение, небольшое, но весьма приятное. Сумку с деньгами, о содержимом которой парень ничего не знал, нужно было передать любовнице Сергея Лере в квартале от места драки. Там, где не было ни фонарей, ни камер. Бродяге Сергей объяснил, что это такой розыгрыш, хотят подшутить над человеком, который работает в здании охранником, пручить его. Парень поверил, деньги ему были нужны. Сам же Сергей понимал, что подставляет безобидного бездомного и подводит его под тюремный срок. Но жажда наживы была сильнее. Поначалу инсценировка шла по намеченному плану. Сергей позвонил жене, сообщил, что деньги повезет он, так как Нина Васильевна занята. Лару это обстоятельство не очень обрадовало, но не стало ничего менять. Нападение тоже произошло точно в срок. Бродяга поставил Сергею пару синяков, потом выхватил сумку и бросился бежать с ней. Но ударил слишком сильно, не рассчитал. Сергей упал, потеряв сознание. А бродяга испугался. Остановился под ближайшим фонарем, чтобы выбросить сумку. И увидел ее содержимое. Пачки денег. Он испугался еще больше. Бросился бежать, не выпуская сумку из рук. Настречу с сообщницей своего нанимателя он не пошел. Предпочел спрятаться в укромном месте. А сам в это время испытывал муки совести. Сергей же, очнувшись, вызвал скорую полицию. Но раны его оказались не такими уж серьезными. Жена вообще не поверила в рассказ мужа о нападении. Уж слишком гладко он расписывал свои подвиги и пытался уйти от ответа о том, как же бродяге удалось схватить и украсть такую внушительную сумму. Тем не менее, как собственник этих средств, она подала заявление в полицию. Опрашивать Лару приехали прямо в больницу. А через несколько дней бродяга сам явился с сумкой в ближайшее отделение. Там его историю выслушали, обратили внимание на похожее происшествие. Деньги в итоге вернули владелицы. Заявлять на бедолагу, касавшегося неплохим парнем, Лариса отказалась. Молодой человек, которого звали Александром, провел несколько дней в камере, а потом его отпустили. Сергей же таким легким испугом не отделался. К нему за инсценировку преступления у полиции возникли вопросы. Достаточно серьезные, чтобы пришлось за них ответить. Лариса заступаться за мужа не стала. Земфира рассказала ей о том, как Сергей заплатил, чтобы та убедила жену составить завещание. А Константин Михайлович поведал о попытке подкупа перед операцией. Лара тут же оформила заявление на развод и передала своему юристу. Бывшего мужа попросила освободить дом, а бухгалтеру дала указание уволить проходимца. Сергей негодовал. Но совсем скоро ему стало не до этих проблем. Его обвинили в хищении средству собственной жены. Заявление она уже написала. А все найденные и возвращенные Александром, тем самым бездомным деньги, были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Но для маленького племянника сына Земфиры нашлись еще деньги. Мальчишки провели операцию, и он с бабушкой Альфией отправился на реабилитацию в специальный детский санаторий, который специализировался на подобных травмах. В дом Лары, пока она лежала в больнице, переехала Земфира с детьми. Потихоньку они осваивались на новом месте. А Лариса впервые была рада, что решила построить такой огромный дом. В нем всем хватило места. Выписавшись уже в статусе разведенной женщины, она все же решилась на встречу с Сергеем. Следователь по делу был не против. «Ну, здравствуй, Сережа», — сказала она, прищурив глаза и глядя на бывшего супруга. Тот в заключении подурнел. Щеки впали, а взгляд был по-прежнему дерзкий. «Что, и тут у меня ничего не срослось, да?» — усмехнулся Сергей. «Столько времени с тобой потерял. Да все напрасно. Посыпался на такой мелочи». «А это правда, что я не первая жертва твоего обаяния?» — спросил Лариса. «Тот-то ты из Москвы бежал, теряя тапки. А я порадовалась, что такой замечательный дизайнер решил перебраться в нашу глушь. Не иначе, как ради моих прекрасных глаз. И твоя мать, она реально родная? Или это просто сообщница, которая ее изображала?» «Реально. Она сидевшая у меня, неоднократно судимая за мошенничество». «Это у нас семейная», — продолжают династию так сказать. «А вообще, я вырос в детском доме. Там же научился шить, получил корочки и потом поступил на дизайн. Там она меня и нашла. Приехала в квартиру, которую дали как сироте, и начала права качать. Разжалобила, потом взяла в оборот. Вот и вся история. Я — соучастник ее преступлений. А если бы отказался, так и так тюрьма светила. Сдала бы меня мамаша». «Да уж, хорошо, что я все-таки выжила и узнала о тебе столько нового и интересного, Сереж. Иронично улыбнулась Лариса. «Но вообще, я тебе благодарна. Ты своей неуемной жадностью запустил цепочку событий, в результате которых я обрела настоящую семью. Это не значит, что все забыто, но за это я благодарна». «Да уж, с тобой я конкретно просчитался», — выргулся Сергей. Сразу думал, что все как-то слишком гладко складывается. «Одинокая, богатая, с дома, машиной, еще и заболела. Но это просто подарок в коробке. Бери и разворачивай. А ну вон оно как. Крепкий ты орешек, Лара. Сразу и не раскусишь». С этого свидания с бывшим мужем Лариса уходила расстроенная. Ей было немного жаль Сергея, но больше всего терзала досада на себя. Она поверила этому человеку, полюбила его, была рада всему, что он делал и говорил. А получила удар в спину. Ну как после такого можно вообще верить мужчинам? Лариса вернулась домой в отвратительном расположении духа. И сильно удивилась, увидев возле дома Александра, того бездомного, вернувшего деньги. Он стоял и разговаривал с Земфирой. Та, заметив Лару, приветливо помахала рукой. «О, вот сестренка идет. Сейчас у нее спросим». «Ларис, вам в поселок не нужен садовник или дворник? Сашке работа нужна, желательно с проживанием. Кстати, он тут мне свою фамилию назвал. Кажется, это один из той пары мальчиков, что тоже подменили в роддоме». «Конечно, у твоей мамы мы уже не спросим, но Канни я с ним все же съезжу». «Слушай, а давай ко мне на производство. Подсобником и сторожем», – предложила Лариса. «Там хороший теплый вагончик есть, а в самом цехе душ, туалет, да вообще все удобства. Камеры сиди да смотри». «Да уж с одними камерами я уже связался», – рассмеялся Александр. «Ну, вообще, в моем случае что выбирать-то? Я так-то по образованию слесарь, могу что-то и подремонтировать, подновить, вообще работы не боюсь». «У него прописка в бараке, а тот снесли давно, родители умерли, новое жилье парню никто не выделил, так и мается бедный», – пожалела Земфира. «Ну, давай поможем, а?» «Да мы с тобой вообще в спасатели, похоже, подались», – рассмеялась Лариса. «То и дело, чужие судьбы устраиваем. Не переживай, не бросим Сашу. А пока покорми его и устрой где-нибудь в гостевой комнате до завтра. Посмотри, там, наверное, есть чистые футболки и спортивные костюмы от бывшего мужа. Пусть переоденется и душ примет». «Да, я уже покормила. Сейчас все устроим», – улыбнул Земфира. «Ты сама-то отдохни и приходи ко мне на кухню. Тебе ведь обычный кофе нельзя?» «Я взяла без кофеина». «Будем гадать, сестренка. У меня хорошее предчувствие». Лариса привела себя в порядок, немного отдохнула и спустилась к Земфире. На кухне теперь пахло не унылым пластиком и ремонтом, а вполне себе нормальной семейной жизнью. С добой, выпечкой, пряными травами и кофе. Счастьем, как подумалось Ларисе. Они сели за стул, за которым Земфира уже расстелила красивый узорчатый платок. Отпила кофе из чашки. «Надо же, на вкус как настоящий», – улыбнулась Лара. «Надеюсь, Константин Михайлович за такие вольности не станет меня ругать. А то он вообще за соблюдением режима следит так, как будто он моя мама, а не врач». «Да просто он в тебя влюблен», – рассмеялась Земфира. «Смотрит, как кот на сметану». «Ой, скажешь, тоже», – смущенно улыбнулась Лариса. «Да может, он ко всем пациентам так». «Ага, особенно к тем, кто обладает длинными ресничками и русыми волосами», – улыбнулась Земфира. «Так, давай добивай кофе и переворачивай чашку на блюдце. Я тебе погадаю на любовь». Лариса выполнила все, о чем просила названная сестра. Через пару минут гуще стекла образовало рисунок. «Ну, что я тебе говорила, целующиеся голубки?» Ликоя завопила Земфира. «Будет у нас свадьба скоро, даже в этом году». «Да перестань ты», – расхохоталась Лариса. «Мы даже не общались вне больницы». И тут зазвонил ее телефон. Врач пригласил свою пациентку в театр, как он заявил за хорошее поведение и успехи в выздоровлении. Потом они ходили в кино, на выставки, встречали рассвет на реке под звездами. Роман развивался стремительно. Лариса ходила, да что там, летала абсолютно счастливая. А за ее сердцебиением, довольно учащенным большую часть дня, пристально следил личный врач. У Саши с Земфирой тоже отношения складывались вполне благополучно. Парень быстро подружился с ее детьми, особенно с младшим. А совместные расследования и поиски его настоящих родителей сблизили их еще сильнее. Саша и Земфира общались ежедневно. А когда нашелся отец Александра, матери уже не было в живых, все ахнули. Это оказался очень богатый человек. После теста ДНК он официально признал сына. И теперь Саша оказался богатым наследником. К концу года благополучно завершилась реабилитация Ларисы. А еще она и Земфира обе получили предложение руки и сердца от своих возлюбленных. Естественно, женщины ответили согласием. И в декабре состоялась двойная пышная свадьба, на которой гуляли все. И родные, и обретенные, и давно потерянные родственники. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас один клик, а для меня это очень важно. Спасибо заранее. Субтитры создавал DimaTorzok